здравствуйте уважаемые студенты сегодня у нас лекция номер 6 на тему приготовления полуфабрикатов из рыбы план лекции значение вида и состояния рыбы поступивших на пуп первичная обработка чешуйчатой рыбы 5 способов разделки рыбы первичная обработка ситровой рыбы приготовление натуральных полуфабрикатов из рыбы и приготовление котлетной массы и полуфабрикатов из нее значение вида и состояния рыбы поступающей на пуп в своем составе рыба содержит белки полноценный незаменимый жир легкоплавки этот жир причем является лечебный так как он содержит все 9 н.д. чистом виде углеводы гликоген и минеральной соли в большом количестве на предприятии общественного питания рыба поступает по виду чешуйчатая без чешуйчатая мало чешуйчатая и осетровая по размеру рыба поступает мелкая средняя и крупная по состоянию рыба бывает мороженое когда в толщей мышц муссовая температура охлажденная толщей мышц рыбы около нуля также рыба поступает свежая живая уснувшая и соленая первичная обработка рыбы на предприятии общественное питание рыба приходит замороженная в основном поэтому нужно разморозить удалить плавники удалить внутренности через рез на брюшке удаление головы затем рыбу промывают затем снимают верхние филе с реберными костями затем идет пластование рыбы удаление позвоночной кости срезание с филе реберных костей удаление с филе кожи и нарезка на порционные куски пластование рыбы в основном пластуют рыбу крупную и средних размеров для этого с филе с кожей реберными позвоночными костями берется эта рыба начинает пластовать с головы или с хвоста рыбы срезают половину филе нож ведут параллельно к позвоночнику сколько филе получают при пластовании рыбы значит при пластование рыбы получаем два филе верхняя получаем с кожей и реберными костями и нижняя с кожей и реберными костями и позвоночной костью и вот посмотрите ребят два филе которые у нас получается значит у нас получается верхнее филе с кожей и реберными костями и нижнее филе с кожей и реберными костями и позвоночной поиски срезание с позвоночной позвоночной кости и рыбарных костей для этого мы с помощью ножа опять же срезаем рыбарные кости позвоночную кость срезаем с филе с кожи вот она у нас снимается кожу до с фастовой части вьем параллельно голове и в процессе такого пластования у нас получается чистое филе без кожи и без реберных костей получение чистого филе вот обратите внимание как мы срезаем кожу удалили позвоночную кость удалили реберные кости и получили чистое филе полуфабрикаты для варки при тепловой обработке мы рыбу можем варить и пускать жарить запекать туши значит для варки полуфабрикаты для варки чаще всего используют рыбу непластованную или целую с головой или без нее филе с кожей и рыбарными костями мы реже используем филе с кожей без реберных костей осетровые рыбы отваривают звеньями или как порционный кусок порционные куски нарезают под прямым углом кожу в двух-трех местах подрезаю для того чтобы при тепловой обработке не было деформации для припускания обычно используют рыбу разделываю на филе с кожей реже на чистое филе иногда припускают рыбу целиком с головой или без головы порционные куски для припускания нарезают под острым углом широкими тонкими кусками такие куски равномерно прогреваются на коже также делаются надрезы осетровые рыбы припускают звеньями или порционными кусками для жарки основным способом используют целую рыбу с головой или без нее порционные куски непластованной или пластованной рыбы и также из всех видов филе из филе кусков филе куски нарезают под острым углом от головы из непластованной рыбы под прямым углом на кругляши кожу в нескольких местах надрезают но это обратите внимание целую рыбу можно жарить головой как и без головы порционные куски кругляши также нужно сделать надрезы нескольких местах для того чтобы не было деформации затем эти куски посыпают молотым перцем солят панируют сухой муке осетровые рыбы для жарки основным способом разделывают на звенья с кожей и без хрящей для жарки в жире рыба free используют рыбу целую с головой без нее или порционные куски непластованной рыбы или филе без кожи и без костей порционные куски для жарки в жире нарезают под острым углом кожу также нужно обрезать двух-трех местах и затем эти подготовленные куски мы панируем двойной панировкой и вот посмотрите ребята здесь у нас идет рыба жареная целиком целая да значит в основном целая рыба у нас идет мелкая вот здесь вот видите салака у нас мороженая бычки ментай для этого мы также рыбу солим перчим панируем в муке и обжариваем большом количестве жира жира сюда жареный зеленым маслом для этого нужно рыбу разделать на чистое филе придаем форму вид спирали или бантика для этого мы чистое филе нарезаем в виде широкой ленты шириной 3-4 сантиметра панируем двойной панировки свертываем спиралью или восьмеркой и вот скалываем с помощью шпажки для блюда рыбы жареная зеленым маслом или рыба восьмеркой здесь у нас берем тоже также чистое филе нарезаем в виде ленты с шириной 4-5 сантиметров толщиной 1 сантиметр длиной 15-20 сантиметров дана у нас широкая лента мы ее должны слегка отбить пропанировать муки смочить в лизоне и белой панировки значит полуфабрика свертывая с двух сторон придавая форму восьмерки и прокалывая металлической шпажкой здесь вот наглядно видно это у нас рыба жареная зеленым маслом или еще называют рыба восьмеркой рыба жареная в тесте орли для приготовления данного блюда мы берем также чистое филе нарезаем на кусочки толщиной 1 сантиметр длина 7-8 и маринуем затем готовим тесто кляр для этого мы берем муку и просеиваем разводим с молоком или с водой добавляем туда растительное масло желтки и соль и оставляем на 10-15 минут для набухания в тесто затем вводим взбитые белки затем берем кусочки маринованной рыбы обманкиваем его в тесте кляр и сразу жарим в большом количестве масла для маринада рыбу мы резали на кусочки посолили поперчили добавили лимонный сок и мелко рубленную зелень и оставляем на холоде где-то примерно 20-30 минут это у нас для рыбы жареной в тесте и вот посмотрите каким образом у нас подается рыба в тесте кляр рыба жареная рыба жареная целиком обратите внимание можно подать ее с гарнирами различными овощами зеленью и дольки лимона помидоры огурцы то есть если банкетном исполнении у нас подается полуфабрикаты из рыбной рубки для этого мы берем чистое филе рыбы нарезаем на кусочки добавляем замоченной молоке чертся пшеничный хлеб добавляем соль перец хорошенько все перемешиваем и пропускаем через мясорубку затем снова все перемешиваем и выбиваем на 1 килограмм рыбного филе берем 300 грамм хлеба 400 грамм воды или молока 20 грамм соли и 1 грамм перца и затем мы получаем полуфабрикаты котлеты беточки котлетам мы придаем овально приплюснутую форму с одним заостренным концом беточки круглоприплюснутая форма значит и затем панируем сухарные панировки тефтели или тельное тефтели мы придаем форму шариков масса 12-15 грамм и панируем в муке тельное это котлетная масса мы ее кладем на влажную мокрую ткань или салафан в виде лепешки ее делаем и на середину кладем фарш затем эту лепешку мы складываем двое придавая форму полумесяца затем смачиваем бизони и панируем в сухарях и жарим в большом количестве масла дразы готовятся также из котлетной массы в форму в виде пирожка в качестве фарша используем свежие или сушеные грибы их нужно отварить предварительно мелко накрошить репчатый лук шинкуем соломкой и пассируем зелень петрушки укропа мелко рубим все эти продукты мы соединяем добавляем сухарную кружку соль перец и хорошенько все перемешиваем начи затем на середину лепешки мы кладем этот фарш сворачиваем в виде пирожка начни тем панируем в сухарях обжариваем основным способом значит что такое панировка панировка это определенные измельченные продукты или их смесь которые используются для обваливания мяса мясных рыбных овощных заготовок или полуфабрикатов также изделий из теста фруктов сыров значит перед тем как их жарить или запекать панировка очень важна для изделий во время жарки на сковородке продукты теряют свою влагу сочность мягкость также они могут пригореть или изменить свою форму панировка же действует как защитная оболочка которая предотвращает испарение жидкости из продукта помогает сохранить сочность готового блюда удержать форму изделий и придать обычным блюдам новые темпы вкуса существует великое разнообразие панировок или это не только муха или панировочка и сухари если хорошо разобраться со всеми видами панировок то одно и то же блюдо можно приготовить по-разному не меняя его основной состав а используя лишь разную панировку то есть панировка ребята это защитная оболочка для того чтобы наши изделия были сочные мягкие и придает новый вкус и новый аромат нашим изделиям итак один из самых популярных видов панировок это измельченный высушенный хлеб перед панировкой рыбы посыпают солью и персом если у нас большое количество мы готовим этих изделий то соль и перец можно смешать вместе с панировкой берем черстый пшеничный хлеб измельчаем его и протираем через сито получаем белую панировку если у нас нужна сухарную панировку то мы ее берем просто сухари размалываем или пропускаем через мясорубку получаем сухарную панировку если нам нужна фигурная панировка то мы берем черстый белый хлеб нарезаем мелкими кубиками и используем в качестве панировки в основном фигурная панировка у нас идет для банкетных, заказных или фирменных блюд мука второе место занимает у нас мука причем не только пшеничная но и кукурузная, рисовая, гречневая и овсяная в зависимости от вида муки, которая используется для панировки, меняется и общий вид блюдо мучная панировка более нежная и мягкая она не дает такой жесткой корочки, как панировочные сухари и незаметно влияет на вкус готового блюда например, если запанировать рыбу перед жаркой в пшеничной или кукурузной муке то готовая рыба будет более выигрышно смотреться, чем мучная смотришь на мучную панировку из кукурузной муки она будет более румяная, золотистая и вкусная жареные в рисовой муке овощи, мясо или рыба будут невероятно нежными и вкусными и овсяная мука, наоборот, придает блюдам более интересный новый вкус также есть вид панировок из крупы крупы отличаются тем, что получается необычный вкус например, если использовать манку или овсянку ну и также хлопья гречневые и рисовые изделия, запанированные в крупах, получаются с плотной ажурной корочкой поэтому блюда можно запекать до корки, не боясь, что в середине они будут сухими плотная корочка защищает продукты от потери влаги очень эффектно смотрятся приготовленные панировки из овсяных хрупьев также сырники, куриные ножки или котлеты тесто кляр тесто кляр это пресное тесто приготовленное следующим образом берем желтый, соль, сахар растительное масло все это соединяем, разводим водой добавляем просеянную муку все это размешиваем веселкой, чтобы получилось однородное тесто и затем вводим взбитые белки которые предварительно взбили в пышную пену перемешиваем и ставим в холодное место крышкой и затем это тесто мы используем по мере надобности правила идеальной панировки для того, чтобы хорошо покрыть продукты панировки нужно их смочить в жидких ингредиентах жидкие ингредиенты могут служить как масло, молоко или взбитые яйца чаще всего используют смесь яйца и с молоком или кефиром или сливками это называется яичный вьезон такая болтушка хорошо обволакивает продукты дело в том, что при термической обработке белок сворачивается образует тонкую пленку, которая защищает блюдо от потери влаги а хлебные крошки, измельченные орехи или другая панировка служат дополнительным барьером через которые продукт впитывается меньше масла сохраняется его сочность первоначальные вкусовые качества и форма изделия также рыбу можно мариновать цель маринования размельчить ткани рыбы и придать ей особый аромат маринуют рыбу для жарки в кесте кляр или на решетке или на вертеле нарезанную рыбу посыпают зеленью петрушки, солью, перстом сбрызгивают лимонным соком и поливают растительным маслом маринуют рыбу час-полтора в холодильнике лимонная кислота впитавшая в ткани рыбы придает зелиям своеобразный вкус ускоряет распад коллагена соединительной ткани при тепловой обработке что придает рыбе жареный нежный вкус панировка может одинарной, двойной или тройной иногда достаточно смочить изделие в яйце обвалять в муке или в панировочных сухарях но если нужно получить более плотную корочку тогда лучше покрыть продукт яичной болтушкой обвалять в панировке и повторить эту процедуру два-три раза например смочить отбивную в яйце обвалять в муке и снова смочить в яйце и хорошенько затем покрыть сухарями или мукой получается таким образом двойная панировка кнельная масса полуфабрикаты из него готовят кнельную массу из филе судака для этого филе мы пропускаем через мясорубку два раза добавляем масло массу растирают в ступке затем массу протирают через сит или протирочную машину складывают и хорошо в посуду затем добавляем яичные белки и ставим на лед выбиваем деревянный висок и постепенно добавляя сливки готовая масса должна быть белой и пышной солят кнельную массу по готовности если брошенный в воду кусочек кнели всплывает на поверхность кнель готова значит масса очень нежная, воздушная поэтому в основном луфабрикаты из кнельной массы используют для приготовления лечебного, диетического питания для детского питания или для людей пожилого возраста полуфабрикаты из фаршированной рыбы в основном фаршируют щудака судака, щуку, карпа щуку фаршируют целиком или порционными кусками а судака и карпа только целиком для фарширования щуки мы используем целую щуку очищаем ее от чешуи промываем непотрошенную подрезаем кожу вокруг головы и снимаем ее чулком начиная с головы оставляя хвост при коже мясо и щуки снимаем с костей готовим в нее фарш следующим образом мякоть рыбы пропускаем через мясорубку кладем хлеб, замоченный в молоке лук, соль, перец смешивают и снова пропускают через мясорубку затем добавляем сырые гайки молоко, сливочное масло и выбиваем до получения пышной массы и затем этим фаршем мы наполняем хорошо промытую кожу щуки так, чтобы не было пустых мест кожи у хвоста делаем разрез для удаления воздуха и рыбу укладываем в посуду для варки у нас получается рыба щука целиком опять же возвращаем ее в первоначальный вид значит в основном фаршируем рыбу для банкетных заказных фирменных блюд обратите внимание один из вариантов подачи фаршированной рыбы для фарширования порционным куском щуку очищают от чешуи промываем, отделяем голову и не разрезая брюшка удаляем внутренности, рыбу хорошенько промываем, нарезаем на порционные куски из каждого куска острым ножом вырезаем мякоть, оставив позвоночник с реберными костями после этого наполняем брюшка образовавшиеся отверстия затем укладываем в один ряд сотей хранение полуфабрикатов рыбные полуфабрикаты не рекомендуют долго хранить так как рыба содержит много воды и быстро портится в случае необходимости потрошенную промытую рыбу хранят в холодильниках или в холодильных шкафах нарезаем полуфабрикаты следует не ранее чем за 2 часа до их тепловой обработки полуфабрикаты нужно сразу укладывать на противень хранят на льду или в холодильных шкафах общий срок реализации таких полуфабрикатов при условии хранения в охлаждаемых помещениях не должен превышать 24 часа с момента их изготовления использование пищевых отходов к пищевым отходам относим головы бежабр, кости, кожу, плавники икра, молоки, чешуя, резига жир, крыши из голов осетровых пород головы и кости, кожу, плавники мы используем для варки бульома перед тепловой обработкой сырье хорошенько промывают головы осетровых пород кроме того ошпаривают очищают от костей чучков, ржавчины разрубают пополам и промывают их используют для варки бульона из икры и молок после тщательного промывания готовят паштеты и форшмайки жир после промывания добавляют в котлетную массу чешую рыбную в основном используют для варки желе и вот обратите внимание на варианты подачи блюд из рыбы итак домашнее задание написать эссе на тему приготовления рыбных полуфабрикатов рефлексии урока знаю то что знали до прихода на сегодняшнее занятие хотели узнать и узнали что нового также предоставляю вам список литературы которую вы можете воспользоваться для выполнения ваших заданий и для более тщательного изучения данной темы всем спасибо за внимание и до следующей занятия